Здесь требуется не просто методическая проработанность, но и очень глубокая эрудиция, которую не каждый лектор может себе позволить. Здесь нужно знать очень существенно больше, чем требуется просто для прочтения лекции. И я хочу обратить ваше внимание еще вот на что. Сам вопрос о природе, расширении Вселенной, о большом взрыве, он знаком многим, хотя абсолютно большинству понаслышке. Более того, эта тема очень сильно искажена в средствах массовой информации и популярных книгах, поскольку иногда дает неправильное, совершенно неправильное представление о том, что такое большой взрыв. Ну, сама тема пользуется очень большой популярностью у людей, даже очень далеких от астрономии. Ну, скажем, причем в разных категориях людей. Скажем, теологи видят в расширяющейся Вселенной подтверждение того, что Создатель создал мир в определенный момент, и вот это все прекрасно укладывается в научную схему. В физике, у них другое ощущение, они, в общем-то, испытывают некоторую гордость за то, что человеческий мозг, вполне сложное, но несовершенное образование, за короткое время, так сказать, смог понять и объять все очень сложные процессы, которые привели к появлению наблюдаемой нами вокруг нас в мире. Ну, и, наконец, существует очень много людей, и как хорошо знающих астрономию, так и не знающих астрономию вообще, которые с большим скепсисом относятся к тому, что вообще что-то такое расширяется, что-то такое когда-то началось, что весь мир конечен по времени. Это кажется совершенной выдумкой, а, скажем, до середины 50-х годов такие рассуждения вообще считались, ну, проявлением, что ли, преклонения перед, так сказать, буржуазной загнивающей наукой, а вот советская космогоническая наука, она вот как раз позволяет по-другому на все взглянуть, и что красное смещение еще не говорит о том, что все на свете расширяется. В общем, очень пестрая ситуация. Ну, здесь вам же приходится работать с детьми. Вообще, надо сказать, что у детей и у взрослых немножечко различные формы проявления любопытства, потому что, так сказать, детей прежде всего интересует, откуда все берется, а взрослых обычно интересует, куда все девается. Вот. Так вот, в этом плане астрономы, они больше похожи на детей, потому что никто еще, кроме как астрономов, так отчаянно не пытается узнать, откуда все берется. Поэтому это совершенно детские вопросы. Вопросы вообще о том, что такое Вселенная и как она устроена, вопросы очень сложные. Вопросы, которые требуют очень сложной теории для решения, для своих решений. Поэтому я не буду вдаваться ни в какие математические вебрии. Хочу как-то просто объяснить ситуацию и показать, где проходит граница между тем, что более-менее неплохо известно, и тем, где мы можем только строить различные более-менее обоснованные догадки. Так вот, само Вселенная, само понятие Вселенной, это даже само слово Вселенная. Удумайтесь. Вообще, это староцерковное слово. И означает область пространства, куда Господь вселил людей. Но чем дальше развивалась наука, тем понятие Вселенной становилось все более и более всеобъемлющее. Сейчас просто принято считать, что это просто все сущее во все времена, в настоящем, в прошлом и в будущем. Очень размытое понятие. Поэтому само понятие Вселенной настолько сложно, что не стоит на нем зацикливаться. Говорит, вот отмирают и такие понятия, как метагалактика. Это уже слова, которые вообще редко встретишь. Это только в популярной литературе. Скажем, профессионалы уже им не пользуются. Непонятно, что это такое. Со Вселенной тоже происходят различные чудеса. Уже говорят о мультиверсе, о множественных Вселенных. Я немножечко упомяну об этом в своей лекции. Начну с того, что все-таки есть некоторые классические вопросы, из которых я выделил бы семь, которые часто задают люди, интересующиеся проблемой расширения Вселенной. Первый вопрос. А почему все галактики удаляются от нас? Мы что, в центре? Второй вопрос. Если Вселенная расширяется, то с какой точки началось расширение? Третий вопрос. Что, собственно, расширяется? Расширяются ли галактики, звезды, атомы? О чем вообще идет речь? Четвертый вопрос. Если по закону Хаббала скорости растут с расстоянием, то как быть с предельной скоростью света? Или что находится дальше тех галактик, у которых около световая скорость? Законный вопрос. Пятый вопрос. Что существовало в расширяющейся Вселенной до того, как появились первые звезды и галактики? Шестой вопрос. А что было до начала расширения? Седьмой вопрос. А может, Вселенная вообще не расширяется? И есть другие объяснения красного смещения? Вот на этих вопросах мы и остановимся. Но начну я с того, как распределено новое вещество во Вселенной. Ну, поскольку есть наша галактика, мы знаем, что мы живем внутри звездного острова нашей галактики. То есть, явно, что в нашей окрестности вещество распределено крайне неравномерно. Можно вылететь за пределы нашей галактики, там мы вообще можем не увидеть звезд вокруг себя. Они все кончатся, все позади останутся. Но есть мир галактик, который открыт благодаря тому, что удалось определить расстояние до ближайшей галактики. Я уже называл и уже здесь звучали фамилии Хаббла и Эрнста Эпика. А само распределение галактик тоже очень неоднородно. Вот эта карта распределения галактик в сферах галактических координатах. В области отверстия Большой Медведицы, Волоси Вероники, Девы. Каждая точка — это отдельная галактика. Это карта. Значит, вы видите, что распределение галактик здесь даже в небольшом участке неба очень неоднородно. Видно, что галактики разбиваются на группы. Поэтому структура Вселенной, как мы ее видим, определяется тем, как распределено видимое вещество. Я сейчас не говорю о том, что есть еще вещество невидимое, которое заклаживает эти неоднородности. Но видимое вещество очень неоднородно. Значит, структура Вселенной лесенка известная. Лесенка известная даже для школьников. Есть элементарные частицы, и в них состоят атомы. Атомы входят в состав звезд. Звезды в состав скоплений звезд. Скопление звезд и отдельные звезды образуют звездные острова галактики. А в галактике образуют скопление галактик. Скопление галактик образует так называемое сверхскопление. Скопление скоплений. Что дальше? Может, вся эта иерархическая лестница, спасибо, так и продолжается до бесконечности? Оказывается, что нет. Такого быть не может. Вот переходя вдоль этой последовательности, у нас контрастность уменьшается и уменьшается в распределении вещества. И если звезды, это контрастные скопления масс в одной области пространства, то уже скопление галактик, конечно, уже более размазанное. А сверхскопления, они вообще нестабильны, они расширяются. Там уже хоть есть избыток плотности, но они значительные. Поэтому не очевидно, что эта лестница может продолжаться дальше. Более того, из того, что мы знаем сейчас, оказывается, что самые крупные объединения материи, которые удерживаются во времени, более-менее долго, не расширяются и не сжимаются, то есть в стационарном состоянии, это скопление галактик. Больших систем устойчивых мы не знаем. Уже сверхскопления, они неустойчивые системы. Поэтому, на самом деле, вся эта иерархия кончается на скоплениях галактик. Но, тем не менее, если мы будем рассматривать распределение скоплений галактик в пространстве, неоднородность будет еще довольно большая. Значит, скопление галактик – это самые большие гравитационно связанные образования. Но не обязательно мы должны говорить только о гравитационно связанных образованиях. Во-первых, есть темное вещество, которое заполняет пространство, и прежде всего пространство между галактиками, между скоплениями галактик. Вот в таких галактиках, как то, что показано, это скопление галактик, здесь темной массы больше, чем видимой. И она работает, как гравитационная линза. И благодаря вот этой темной массе мы можем видеть более далекие объекты в форме отрезочек дуг, которые растянуты кое-где видны. Вот это вот, 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 вот. Процентов 15 близких скоплений имеют вот такие вот красивые детали. Вот, смотрите, вот очень большая дуга. На самом деле здесь ничего нет, это духи. Если бы мы померили красное смещение их, а можно померить, то красное смещение бы было куда больше, чем у скопления галактик. Это объекты далекого фона, яркость которых усилена благодаря гравитационной линзы. А роль гравитационной линзы играет гравитационное поле скопления. Вот по таким объектам удалось показать, что да, действительно, масса вещества, которая заключена в галактиках, недостаточно для того, чтобы объяснить наблюдаемый мир. Здесь есть еще темные массы, гравитационное поле, которое играет основную роль в формировании вот этих необычных духов, объектов, которые наблюдаются там, где на самом деле их нет. Вот это очень важно. В искаженном виде, конечно, наблюдается. Ну вот, если мы посмотрим, как это распределены галактики на небе, то ситуация будет такой. Вот здесь эта карта, полученная по ближним инфракрасным наблюдениям, так называемый обзор на двух микронах, Тумас, и разным цветом галактики с разным красным смещением померены. То есть, вообще говоря, у каждой этой точки есть красное смещение. Каждая точка — это галактика. Особенно если сравнивать галактики со сходным красным смещением, это не похоже на частички газа хаотично распределенных. Они образуют некую крупномасштабную структуру, волокна, отдельные вытянутые сгущения. Вот это то, что мы называем крупномасштабной структурой. Но когда мы смотрим на такую картинку, надо иметь в виду, что это не пространственное распределение, это проекция на небо. А на самом деле разные точки находятся на разном расстоянии. Но нужно делать специальные срезы, чтобы понять, как пространственно распределены галактики. Вот, пожалуйста, это вот то, что мы сейчас имеем. Здесь тоже каждая точка — это отдельная галактика. Это как бы срез небольшой угловой ширины в двух диаметрально противоположных направлениях. Здесь отложено красное смещение по расстоянию. Максимальное расстояние здесь около тысячи мегапарсек. А точки — это те галактики, которые на данном красном смещении и в данном направлении наблюдаются. Видите, появляются пустоты. Они называются войды. То есть у нас видно, что неоднородное распределение. Но неоднородное оно в масштабах вот этих войд. Если усреднять по большому количеству, то уже неоднородность будет не такой заметной. А здесь, хотя расстояние тысячи мегапарсек до самой далекой границы, на самом деле галактики-то видны и дальше. Поэтому это не вся еще. Не вся наблюдаемая Вселенная. Далеко не вся. Вот. Ну вот, можно сказать так, что из наблюдений следует, что максимальный размер неоднородности в распределении галактика и их скоплений составляет несколько сотен мегапарсек. Значит, кто забыл, я напомню, что один мегапарсек – это около трех миллионов световых лет. Ну а дальше можно считать более-менее однородной. И это положено, так сказать, в основу так называемого космологического принципа, что во Вселенной, в общем-то, нет особо выделенных центров, нет особенно выделенных направлений, если рассматривать достаточно большие масштабы. Поэтому все состояние Вселенной можно характеризовать неким средним значением – плотности материи, плотности энергии. Вот это очень важная ступенька, когда мы подходим к Вселенной, как к некоторому физическому объекту. Этим занимается наука, смежная между астрономией и физикой, под названием космология. Но в некоторых старых книжках не очень аккуратно написано, что космология рассматривает Вселенную в целом. Это неправильно. Космология рассматривает Вселенную как некоторое единое целое, как объект, который может быть изучен. Ну вот теперь давайте посмотрим, к чему же привело изучение этого физического объекта под названием Вселенная. Значит, начало современной космологии положено созданием общей теории относительности. Я подчеркиваю, современной, потому что космологические идеи, космологические гипотезы и мифы есть у каждого народа. Есть религиозная космология, христианская, например. Есть космология у различных народов, они по-разному. Но я сейчас говорю только уже о современной научной космологии, базирующейся на физике, а не на интуитивном представлении о том, откуда появился весь этот мир. Так вот, создание общей теории относительности позволило оперировать бесконечным в пространстве, безграничным распределением материи. Скажем, ньютоновская механика на этом это сделать не способна. В ньютоновской механике тут здесь интегрирование от нуля до бесконечности всегда приведет к некоторым математическим неприятностям, к расхождениям интегралов и прочее. А вот общая теория относительности дала возможность использовать представление о галитации, представление о свойствах материи и пространства и использовать, проектировать ее на всю существующую Вселенную. Ну, прежде всего, я тут очень вкрасы говорю, потому что вы уже об этом все знаете, не буду специально повторять. Было предсказано индиционарность Вселенной и первые ее математические модели предложены Александром Фридманом, потом измерение лучших скоростей галактик. А впервые это был сделан совсем не Хаббл, а Слайфер. Вот, а Хаббл, так сказать, уже показал, что скорости убегания галактик растут с расстоянием, но он всю жизнь сомневался в том, что это реальный эффект. То есть, Хаббл очень относился с большим недоверием к выводам о том, что Вселенная расширяется. Ну, вот, конечно, относительно Александра Александровича Фридмана, нужно сказать несколько слов, поскольку он человек удивительный, он же был военным летчиком, он в Первой мировой войне даже награду получил, он летал на военных самолетах. А потом уже, в советской власти, он говорит, давайте я буду инструктором аэроклуба, он учил летчиков летать. Одновременно он занимался, так сказать, метеорологией, одновременно он был великолепным математиком и освоил тензорные исчисления, чтобы разобраться в теории относительности Эйнштейна. Вот, это, конечно, ум выдающийся, жалко, что он, так сказать, умер в голодное время, не дожил до преклонного возраста, но вот цитата его основополагающей работы. Уравнения Эйнштейна имеют решения, которые описывают непрерывные изменения плотности Вселенной. Это означает, что Вселенная как целая нестационарно и непрерывно изменяется. Это то, что упустил Эйнштейн. В то время, когда творил Эйнштейн, когда создавал теорию относительности, это было десятые годы, начало века, все-таки, 20-го, не было даже никаких идей относительно того, что весь этот звездный мир может еще как-то расширяться. Да и вообще не было уверенности в том, что галактики существуют в природе. Просто кругом звезды и звезды. Поэтому Эйнштейн искал такие решения, которые бы объясняли стационарный мир. Он с большим трудом нашел такое решение, вводя так называемый космологический член. Я об этом немножко потом скажу. Но Фридман говорит, а что, давайте допустим, вот решение, но оно нестационарно. Значит, Вселенная должна либо расширяться, либо сжиматься. Но только наблюдения могут ответить на этот вопрос. Сейчас-то мы хорошо знаем, что если бы Вселенная не расширялась, а сжималась, она бы тоже удовлетворяла всем законам физики и всем уравнениям Эйнштейна. Но такое при сжатии Вселенной, плотность радиации была бы настолько высокой, поскольку все идущие навстречу нам источники увеличивают энергию фотонов за счет того, что они сближаются. Плотность радиации настолько высокая, что сжатие Вселенной происходило бы без свидетелей. А если есть свидетели, то только расширение. А мы с вами свидетели. Возможные модели расширения, которые с коневицеринской модели, допускали самые разные варианты. Например, здесь показано, как меняются масштабы во Вселенной, а Вселенная у него однородная и затропная, то есть никаких там галактик нет. Нет, есть некий размазанный кисель. Вот здесь прошлое, вверх будущее. Вот Вселенная расширяет садку из какой-то точки, достигает максимума и опять в эту точку входит. Это так называемая Вселенная, она может пульсирующая, или Вселенная, которая потом замедляет свое расширение, меняет на сжатие. Это вариант, когда Вселенная выходит на постоянный темп расширения на большом времени. Это Вселенная, которая расширяется вообще с постоянной скоростью, а это Вселенная, которая расширяется с ускорением. Вот все возможности. А какая возможность реализуется? Вот по уравнению Манштейна, это определялось в первую очередь плотностью вещества, определялось значением постоянной Хаббла, которая в принципе может быть измерена, хотя точное значение постоянной Хаббла стало известно буквально лет 10 назад, уже уверенно. Ну вот, наблюдательная основа космологии требует, чтобы мы мерили скорость удаления галактик. Это эффект Доплера. Когда звезды, да, или любой источник приближается или удаляется, все спектральные линии дружно сдвигаются при приближении в фиолетовую сторону спектра, при удалении в красную сторону спектра. Поэтому мы наблюдаем преимущественно красное смещение, хотя надо сказать, что существует около 40 галактик, которые к нам приближаются. Это, чтобы вы знали, не все галактики от нас удаляются. Туманная Сендромеда, одна из них, она приближается к нам. В этом нет никаких противоречий с теорией, поскольку это уже связано с отдельными уплотнениями в распределении материи. Ну вот, теперь, если мы будем характеризовать как-то скорость удаления или приближения, конечно, нам нужно измерять величину сдвига. Относительное значение сдвига дельта лямбда к лямбде, где дельта лямбда это сдвиг, а лямбда длина волны, которая без всякого сдвига должна быть, оно обозначается буквой Z и носит название красное смещение. Значит, красное смещение, когда пишется у галактики Z 0, 0, 1, это просто означает возрастание длины волны на 1%. Если Z 0, 1, на 10%. Если Z 1, на 100%, то есть каждая длина волны становится вдвое длиннее. Если, то есть, 1 плюс Z, это тот множитель, на который возросли длины волны любого удаления. Вот это надо иметь в виду. Ну а дальше, чем галактика от нас более удалена, тем больше красное смещение. Ну, конечно, линейность здесь не сохраняется на всех значениях Z, но когда закон Хаббла только еще формулировался, он формулировался для близких галактик, скорости не превышали 10-15-20 тысяч километров в секунду, вот это логарифм скорости, четверочка, это значит 10 тысяч. Сделаны эти открытия на 100-дюймовом телескопе, то есть на телескопе как раз точно такого же размера, который строится у нас на Кавказской горной обсерватории, университетский телескоп. Ну, сейчас телескоп этот уже, так сказать, вышел, можно сказать, из строя, но в свое время он произвел революцию, и вот одно из самых больших открытий, это, конечно, открытие расширения Вселенной. А вот та же самая зависимость Хаббла, вот до тех же примерно расстояний, там до 10-11 мегапарсек, которые имеются на сегодняшний день. Значит, здесь расстояние, здесь скорость. Вот ноль, это значит галактика покоится относительно нас. Видите, какой она вид любопытный имеет? Она достаточно размыта. То есть закон Хаббла, это не строго выполняющийся закон. Там практики имеют свои скорости, пикулярные, как говорят, то есть скорости внутри систем, которые просто накладываются на общий характер расширения Вселенной. Вот эти вот отдельные всплески скоростей, скоростей, когда точки довольно далеко отходят от общей зависимости, связаны с тем, что галактики сконцентрированы в группы и скопления, а внутри них они движутся уже, потеряв всякую связь с космологическим расширением. То есть у них есть собственные скорости, поэтому на близких расстояниях Хаббловская зависимость не очень хорошо выражена. Вот когда мы перейдем к далеким галактикам, там собственные скорости, ну что там, 500, 1000, 2000 км в секунду. Эти скорости будут очень малы по сравнению с общей скоростью расширения. Там и закон Хаббла будет выполняться более четко. Ну вот, о чем говорит закон Хаббла? Закон Хаббла говорит о том, что раньше, если галактики удаляются сейчас, раньше расстояния между ними были короче, еще раньше галактики уже практически сливались, но была такая область времени, когда-то давно, когда вообще галактики не могли существовать как системы. А еще ближе к особой точке даже звезды не могли существовать. Просто здесь, раз уж у нас сходится здесь все в точку, это значит можно получить бесконечную плотность. Вот чисто формально вот эта вот точка, она получается из теории, она называется сингулярностью. Сингулярность это такое состояние, когда бесконечное значение величин прогнозируется. Бесконечная температура, бесконечная плотность, бесконечно высокое давление. Ну вот это, собственно говоря, мы называем сингулярностью. Это очень часто используемое слово. Ну вот если взять постоянную Хаббла 70 км в секунду на мегапарсек, то величина и обратная условно называется возраст Вселенной. То есть сколько лет назад прошло с тех пор, как Вселенная начала расширяться. И где-то около 14 миллиардов лет получается в прошлом должна быть точка, называемая сингулярностью. Вот в другой схеме это можно показать так. Вот это схема эволюции Вселенной. Она, в общем, достаточно хорошо известна. Наверное, она вам встречалась в литературе. Здесь мы, когда идем направо, мы уходим по времени. Вот время возрастает от прошлого к будущему. А вот раствор этого конуса, это как бы увеличение масштабов Вселенной. Значит, если мы уходим от прошлого к будущему, мы получаем как все больше масштаб. Если от будущего к прошлому, меньше масштаб. Но приближением к особой точке растет температура, растет плотность, чем выше, чем дальше в прошлое. И вот сама точка начала расширения от нашего времени удалена, по современным данным, на 13,7 миллиардов лет. Ну, тогда возникает вопрос, самый номер один. Какой физический смысл имеет сингулярность? Ну, математически понятно. Математически это вот решаем уравнение, получаем ответ. Плотность равна бесконечности. А физический смысл такой? Ответ тоже простой. Никакого смысла нет. Это термин математический, отнюдь не физический. Не бывает, где не может физическая величина иметь бесконечно большое значение. Это просто означает, что математика математикой, но математика описывает некие идеализованные случаи. Реальный мир, любой закон имеет ограниченные области, где он выполняется. Это просто означает, что когда плотности и другие величины становятся невероятно большими, то не годятся те уравнения, которыми мы начали их описывать. Вот и все. Нужна другая теория. Нужна более общая теория. И более того, с физической точки зрения никакой сингулярности быть не может в принципе. Хотя бы это не позволяют законы квантовой механики, которые говорят, есть принцип неопределенности, что произведение неопределенности импульса на неопределенность координаты не может превышать постоянную планку. Так вот, никакими способами нельзя конечную массу вещества довести на состояние сколь угодно высокой плотности. Законы квантовой механики это не позволяют. А почему же законы теории относительности здесь не кричат безобразие, катастрофа? Просто потому, что есть две фундаментальные теории, общая теория относительности и квантовая механика. А и они между собой не сшиваются. Они между собой входят в противоречие в определенных областях. В частности, там, где плотности очень большие. И вот сейчас усилие многих теоретиков направлено на то, чтобы создать некую такую объединяющую, единую теорию поля, которая бы объединяла и квантовую механику, и теорию относительности, то есть теорию гравитации. Пока еще только есть определенные наметки на будущее решение. Они проявляются в так называемой теории струн, в некоторых других, в некоторых других есть выводы предварительные, но теории великого объединения еще не созданы. Поэтому можно только одно сказать, что нет, сингулярности реальной природе быть не может. И уже существующие законы это не позволяют. Ну вот теперь, а сколь угодно близко можно подойти, а вот на сколько? Вот этот вопрос уже другой. Если хватит времени, то я попробую на нем немножко остановиться. Итак, второй вопрос, который очень важен. А правильно ли вообще называть расширение Вселенной взрывом? Этот вопрос, этот вопрос ставится несколько неожиданно, потому что мы знаем, что в Биг Беннаде есть большой взрыв, да, перевод. Хотя перевод, конечно, он довольно вульгарный, потому что это придумал, слово Вин Беннаде придумал Фред Хойл, самый известный противник теории Большого взрыва. Он говорил, что Большой взрыв это расширение Вселенной, это вообще не научную гипотию. Вернее, не расширение Вселенной, а образование Вселенной какое-то время назад. Расширение он признавал. Вот. Я скажу, почему он ошибался потом, но он и придумал возъевку Большой взрыв, но Беннаде это нечто вроде Большой, так сказать, Бумц, Большой Брянц, вот что-нибудь такое, если правильно перевести по-русски. Вот. Но во всяком случае мы назвали Большой взрыв, потому что ничего более удачного так и не удалось придумать. Вот. И американцы и везде используют понятие значения, это значение, когда говорят Биг Бэнк. Ну ладно, так вот, вернемся ко второму вопросу. Правильно ли это все-таки называть это расширение взрывов? Давайте посмотрим, что значит взрыв. Я бы сказал, что это выражение Большой взрыв скорее дезинформируется, чем вообще что-нибудь объясняет. Ну что такое взрыв? Ну вот, всем понятно, вот как бомба взрывается, да? Вот это значит, есть очень высокое давление в эпицентре, есть низкое давление кругом, и градиент давления, он осколки взрыва разгоняет до больших скоростей, и они разлетаются по всем направлениям. Вот что такое взрыв. То есть взрыв по своей сути это локальное явление. Должно быть эпицентр, и вокруг что-то пустота или почти пустота. Но никто ни в одной теории не рассматривал пустоту вокруг начинающей расширяться Вселенной. Потому что Вселенная безгранична, у нее нет границ, за которой шла бы пустота. Поэтому понятие взрыва к Вселенной как единому цену вообще никакого отношения иметь не может. Немножечко сходство какое-то есть, поскольку есть разлет, но это не взрыв. Особенно ясно это будет, если просто вот представить себе картинку взрыва, вот, пожалуйста, это я взял из какой-то популярной книжки, где говорится про большой взрыв. Но похоже это на большой взрыв? Да нет, не похоже. Вот почему реально, вот почему не представить себе, что каждая точка это галактика, допустим. Вот, чтобы поменьше было точки, я вот такой покажу. Это то же самое, только стрелочки скоро схарактеризуют. Вот представьте себе, что это такое взрыв. Вот, если мы находимся в центре взрыва, ну, по каким-то причинам, может быть, только там жизнь может быть, ну, допустим, что мы находимся в центре, тогда что мы должны видеть? Мы должны видеть во все направления галактики, но чем дальше мы наблюдаем, чем более далекие галактики наблюдаем, тем их должно быть меньше. Ну, естественно, они быстрее движутся, и расстояние между ними растут тоже быстрее. Вот, поэтому мы должны видеть, что чем дальше, тем меньше галактик. А если мы находимся не в центре, а где-нибудь в произвольном месте, мы должны видеть, что в одном направлении галактик становится все больше и больше, в другом направлении все меньше и меньше, и вот там, где больше и больше, там начало расширения. Так вот, наблюдение далеких галактик показывает, что их плотность одинакова по всем направлениям, по всем, понимаете? То есть это означает, что нету центра. Это не взрыв. Если не взрыв, тогда что это такое? Ну, вот, во-первых, надо понять, занимаем ли мы особое место при таком расширении, когда чем дальше галактика, тем быстрее. Вот схемка. Вот А, вот мы здесь живем, вот другие галактики удаляются со скоростью пропорциональной длине стрелочек. Вот все галактики, как мы видим, от нас удаляются. Возьмем, перелетим на галактику Б, и перестроим вектор на все остальные стрелочки. Вот они будут вот так выглядеть. И мы увидим то же самое. Чем галактика дальше, тем она быстрее. И опять в точке Б можно так же считать центр. То есть здесь все точки в расширяющейся Вселенной равноправны, чтобы при случае взрыва в принципе быть не может. Что же тогда расширяется? Если это не взрыв, то что такое? И вот здесь оказывается самую простую аналогию можно получить, если заменить трехмерное пространство двухмерным. Ну вот скажем, вот раздувание шаров. Вот шар, ну мы же у нас наш мир трехмерный, поверхность шара двумерная. Ну пусть пусть будем рассматривать двумерный мир. Вот каждый вот кружочек это галактика. Ну вот шар раздувается и расстояние между точками галактики все время растет. А каждая галактика может считать себя центром с равным основанием. Потому что все от нее удаляются, все без исключения. Вот. Ну, особенность учесть, что расстояние мы тоже меряем по поверхности шара, а не в трехмерном пространстве. Вот. Так вот, в чем дело? Что в системе координат, где Вселенную можно считать в среднем однородной, галактики вообще никуда не разлетаются. просто расширяется пространство между ними, поэтому они и удаляются друг от друга. А так галактики покоятся. То есть, то, что мы наблюдаем, это покоящиеся галактики в расширяющемся пространстве. Может быть, это некая концепция, которая для вас кажется удивительной. Как же так? Там все книжки, как написано. Локально вот этот процесс можно заменить действительно вот таким разлетом похожим на взрыв. Локально, если не распространить это на всю Вселенную. Ради Бога. И даже какие-то формулы можно правильные получить, исходя даже из ньютоновской локальной теории. Но, как сказать, для школьников даже это может быть полезным. Они же не будут выписывать уравнение теории относительности. Не надо выписываться. Но это начинается такая же, как с атомом Бора. Вот атом Бора в школе проходит. Есть что электроны вращаются вокруг положительного ядра, так же, как планеты вращаются вокруг Солнца, но есть квантовые переходы между орбитами. Ну, правильные слова и объяснить можно квантовые линии, спектральные линии таким способом. Но если только не знать, что на самом деле в атоме траектории электронов нету, в принципе. Там нет траектории электронов. Все по-другому. Только описывается в той же квантовой механике. Поэтому здесь то же самое. Взрыв это некое условное понятие вспомогательное. На самом деле все гораздо сложнее и интересно. Ну вот поехали дальше. Таким образом Большой Взрыв это просто название в значительной степени условное. Вот это я хочу вам внушить. Это не локальный взрыв с разлетом материи в окружающее пространство. Это появление и расширение безграничного трехмерного пространства вместе с материей, которую он заполняет. Поэтому мы видим что галактики удаляются друг от друга. Расширяется пространство между галактиками. А собственные скорости галактики маленькие. Они где-то вокруг своего места топчутся. Ну вот теперь если это вы уже как-то восприняли можно идти дальше. Теперь уже вопрос сверхсветовых скоростей. Очень кратко потому что об этом можно долго говорить. Сверхсветовые скорости ради Бога. Сверхсветовые скоростей уже сейчас наблюдаются сколько хочешь. И можно получить сверхсветовую скорость самому. Ну вот я не знаю это эксперимент я не проведу но можно мысленно привести. Если мы представим себе если у нас на небе светит луна я быстро чиркну по луне лазерной указкой то зайчик по луне проскочится сверхсветовой скорости. Если быстро сверхсветовые скорости всегда существуют. Теория относительности накладывает ограничения не на скорости вообще а на скорости передачи информации. Ни одна информация не может передать скоростью быстрейшим ценам. Так вот здесь у наблюдаемых далеких галактик конечно какие угодно могут быть скорости. Вот давайте вернемся опять к представлению об расширяющейся резиновой сфере которую мы надуваем она становится все больше и больше но представьте что эта сфера размера ну прям чуть ли не до луны и продолжает расширяться. Ну масштабы большие. Вот теперь от одной точки к другой летит свет. Ну в таком масштабе ну свет пусть это будет муравей который выходит из одной точки и медленно ползет по прямой линии на сфере к другой точке. Ну хорошо а теперь представьте себе что это расширение достаточно быстрое муравей пополз к другой галактике а расстояние до нее растет настолько быстро что фотон продолжает удаляться от цели. Но он проползает все дальше и дальше по пространству и уже идет мимо тех объектов у которых меньше скорости. То есть каждый муравей а я имею ввиду каждый луч света имеет скорость ровно c только в той точке которую он проходит а не относительно какой-то далекой точки в расширяющем пространстве. Вот он так вот можно таким образом представить себе что у нас при достаточно большом расширении достаточно быстром расширении у нас скорости разлета галактик куда больше световых. Все нормально никаких противоречий нет и вот наблюдение показывает ну наблюдение плюс теория показывает что у нас в нашей Вселенной все галактики у которых красные смещения больше чем полтора имеют сверхсветовую скорость удаления то есть мы наблюдаем реальные объекты вот фотографируем видим там звезды и знаем что этот объект удаляется от нас со сверхсветовой скоростью и никого абсолютно это не волнует вот теперь дальше немножко поясню что известная формула как же быть с формулой вера но цена для талянда клянда а эта формула как и линейный закон Хаббла связывает красные вмещения с расстоянием только для маленьких красных смещений когда дэта лямда клянда много меньше единицы но потом другие говорят то хорошо давайте заменим это релятивистской формулой вот есть формула специальной теории относительности где у нас скорость приближается к скорости света по мере того как красное смещение становится бесконечно большим а ей тоже нельзя пользоваться потому что специальная теория относительности сформулирована для нерасширяющихся систем координат это не тот случай поэтому ссылаться на простые формулы доказывают что все движется медленнее света нельзя ну не движется а удаляется скорости движения здесь маленькие это не движение со световой скоростью это рост расстояния со световой скоростью это абсолютно разные вещи ну вот дальше теперь значит мы можем только сравнить не со скоростью а с красным смещением то расстояние на котором находится галактика с расстояниями здесь своя заморочка я не буду здесь касаться этого вопроса он довольно сложный потому что вы уже знаете что расстояние это не инвариант он зависит от вымора системы так вот здесь лучше говорить о времени которое затрачено светом чтобы достичь нас и вот тогда получается однозначная картинка если у галактики имеется одна десятая красное смещение значит свет к нам ушел один миллиард триста миллионов лет если красное смещение единичка семь и семь десятых миллиардов лет если красное смещение восемь то тринадцать миллиардов лет и вот чем больше красное смещение тем это подходит к пределу ближе и ближе к тринадцати семь миллиардов лет когда началось расширение вот кстати Если 13 миллиардов лет шел свет, это не значит, что до галактики 13 миллиардов световых лет. Пока свет шел, он за это время утяпал куда дальше, несколько годов дальше. Поэтому здесь нужно иметь в виду, что это не расстояние в световых годах, а это просто время, которое потребовалось свету, чтобы нас достичь. Ну вот, значит, теперь ключ к истории Вселенной заключается в том, чтобы выяснить изменение красного смещения с расстоянием. И померить, как оно меняется с расстоянием, насколько оно отличается от линейного закона Хаббла на разных расстояниях. Но здесь сложности оценок больших расстояний. Для больших расстояний, к счастью, аналогам Цефиит, которые, вы знаете, послужили маяками Вселенной в нашей галактике, здесь оказались сверхновые типы 1А. Они образуются путем слияния белых карликов, имеют более-менее стандартные кривые блеска, и их можно использовать так же, как когда-то использовались цефииты. То есть по видимой яркости определять расстояние. Вот поэтому сверхновые типы 1А, а когда сверхновая вспыхивает, она может стать по яркости сопоставимой с суммарной яркостью всех звезд валахтек. Эти сверхноводы видны с больших красных смещений, и поэтому мы можем просто увидеть их как яркий объект, который держится там несколько недель или месяцев, по максимуму блеска определить расстояние, и, зная красные смещения галактики, приписать это же красное смещение источнику света. Вот что получается. Значит, по этому графику это современная Хаббловская диаграмма. По вертикали звездная величина сверхновых, по горизонтали красное смещение. Вот вы видите более-менее линейность, и только вот тут дальше, вот это красный, если как раз сверхновые 1А дали эти точки, как раз вы здесь видите некоторые отклонения от линейности, но здесь нарисованы ряд линий, они соответствуют разным теоретическим моделям. Поэтому таким образом можно выбрать, какая теоретическая модель лучше всего описывает расширение. И вот в частности, в конце 20 века, в последних годах, было показано, что вот такая зависимость однозначно указывает на то, что сейчас мы живем в боку начавшегося ускоренного расширения Вселенной. Не замедленного, а ускоренного расширения Вселенной, что резко сократило число моделей теоретических, которые могут быть применены к реальному миру. Ну вот, та же зависимость не только в другой форме. Здесь по горизонтали отложено время. Вот ноль, это где мы сейчас находимся. Вот минус 13, это миллиардов лет в прошлое, а плюс 10, это 10 миллиардов лет в будущее. Вот, а здесь среднее расстояние между галактиками. Ну вот, мы смотрим на красное смещение далеких галактик, значит, мы смотрим на них в прошлом. Эти точки идут слева от нулевой линии. Вот данные по сверхновому. И опять здесь вот как раз линии, которые предсказываются разной модели. Вот лучше всего здесь модель желтого цвета. Она как раз проходит по всем этим точкам, и она соответствует в будущем ускорению Вселенной. А если бы точки шли вот по этой линии, мы бы говорили о том, что Вселенная ждет колодж. Но они об этом не говорят. Так, ну теперь расширение, как мы видим, оказалось, имеет более сложный характер, и, по-видимому, оно ускоряется в будущем. Как выглядят далекие галактики? Далекие галактики выглядят весьма как крошечные пятна, в котором трудно какие-либо найти элементы структуры. Вот пример. Это кусочек ультраглубокого поля, полученного космическим телескопом Хаббла. Вот здесь в маленьком квадратике видна одна из самых далеких известных галактик. Вот она просто здесь увеличена отдельно. Ее красное смещение 7,5. Но есть галактики на красное смещение 8. Подозревается, что мы нашли красное смещение 9. А дальше нет. Во-первых, слишком далеко. Во-вторых, там галактики еще маленькие, только что рождаются. А в-третьих, там вообще галактики почти нет. Галактики когда-то, если уйти далеко в прошлое, мы же должны прийти ко времени, когда галактика вообще не существовала. Ну вот теперь давайте посмотрим... На каком расстоянии это галактика? Вернемся, так сказать, к табличке. 7,5. Это значит будет где-то около 13 миллиардов лет свет к нам шел. А на каком расстоянии она сейчас? Берите теорию и смотрите. Это где-нибудь около 30 миллиардов световых лет на данный момент. Ну теперь идем дальше. Вопрос. А тогда до какого расстояния вообще можем наблюдать объекты Вселенной? Если чувствительность наших приборов будет возрастать неограниченной. Так вот здесь оказывается, что ситуация очень любопытная. Ну где-то очень далеко. Мы уходим в прошлое, и галактики там кончатся. Но вещество-то остается, оно тоже может излучать свет. Мы можем видеть, в принципе, теоретически. Можем видеть излучение и дальше, и дальше. Если не излучение, то поглощение можем видеть. Если там есть среда, которая поглощает свет еще более далеких источников. Не обязательно галактика. Это может быть сплошное излучение. И вот Вселенная безгранична. Но оказывается, что область пространства, которая доступна для прямых наблюдений, она всегда для нас будет конечна. Вот не выберемся мы отсюда. Хотя и не представлена большой, и ограничена она сферой прозрачности. Понимаете, вот когда мы уходим дальше, и дальше, и дальше, вот кончились галактики. Но мы могли бы что-то еще видеть. Там какие-то первые звезды считаются были очень яркие, когда еще галактик не существовало. Когда-нибудь мы их увидим, если они были. А дальше, оказывается, наше зрение ограничено непрозрачностью пространства. Ну, пространство вообще, к счастью, очень прозрачно. Вся пыль распределена внутри галактик. В межгалактическом пространстве пыль, если есть то в ничтожном количестве. Поэтому, иначе бы мы не видели этих далеких галактик. Значит, что может сделать непрозрачным для света? Какое вещество может сделать для света быть не очень прозрачным, по крайней мере, сильно рассеивающим светом? Из того, что мы знаем реально, только одно. Ионизованная среда. Дело в том, что электромагнитные волны, какую бы природу они ни имели, они раскачивают электроны в анизованной среде. Электроны, так сказать, фактически сами испускают свет. Но в итоге получается, как начальный квант света теряет свою направленность. Получается, размытость такая. Это так называемый эффект комптона. И вот здесь, если у нас где-то далеко есть ионизованная среда, она нам не позволит ничего видеть резкого дальше. Ну вот, что это за среда? Ну вот, я проиллюстрирую таким примером. Вот, что из-за непрозрачности, где-то на больших расстояниях, мы ощущаем себя как бы в центре слабо светящейся непрозрачной сферы. Ну вот, представьте себе, туман. Далекие, яркие огни мы видны подальше, близкие огни, так сказать, уже пропадают на маленьком расстоянии, а далеко мы ничего не видим. Происходит рассеяние. Нет, даже это не поглощение, туман практически не поглощает свет, он рассеивает. Вот, так вот, оказывается, что очень далеко в прошлом, миллиарды лет назад, Вселенная состояла из ионизованного газа. Но который потом стал нейтральным. Потом, правда, история такая, что он опять ионизовался, но об этом я сейчас не буду рассказывать. Меня интересует первичная самая ионизация. И вот здесь, когда мы смотрим очень далеко, то мы находимся в таком же положении, как человек, который рассматривает облака. Мы видим границу облаков просто там, где свет испытал последнее рассеяние на пути к нам. То есть, солнечный свет освещает облака, внутри облаков свет рассеивается по разным направлениям, а потом выходит из облаков, и как только фотон вышел из облаков, уже без рассеяния к нам пришел. Поэтому, когда мы смотрим облака, мы видим просто их там, где свет испытал последнее рассеяние. Так вот, и в случае, о котором я говорю. Есть область, которая очень далеко от нас, которая на самом деле далеко в прошлом, поскольку мы находимся, поскольку четко сохраняются условия, чем дальше, тем глубже в прошлом мы наблюдаем. Есть область, когда, есть время, когда в прошлом, когда было ионизованное вещество, и тогда мы упираемся вот в это вещество, как в облако, как в стенку, дальше которого мы не видим. Когда это было? Это было вскоре после начала расширения Вселенной, конкретно через 380 тысяч лет. Тогда еще не было ни звезд, ни галактика, была очень горячая плазма, очень горячая. Конечно, она была ионизованной. Конечно, она была непрозрачной, вот так вот, для прямого распространения света. Вот здесь показана, вот эта наша ионизованная плазма, горячая, температура падала в процессе расширения. Галактика-то не была, а плазма расширялась. Сначала там миллионы градусов, потом тысячи градусов, потом дошло до трех тысячи градусов, и оказывается, что все. При такой температуре протоны захватывают электроны на орбиту. И газ из ионизованного становится нейтральным. Как только газ становится нейтральным, все, он света больше не задерживает, проходит свободно. И свет потом распространяется по всем направлениям. И сейчас доходит до нас. Когда в любом направлении мы посмотрим, всегда мы можем видеть пространство, как прозрачное, вплоть до вот этой вот стенки. Когда мы уходим в прошлое, настолько далекое прошлое, что только около 400 тысяч лет это время отделяет от начала расширения. То есть, вблизи начала расширения. Вот этот цвет, значит, это настолько далеко, что это и мерить расстояние в красных смещениях, то ему соответствует красное смещение Z примерно тысяча. Где тысяча, представляете? Тогда мы должны наблюдать этот цвет. И вот это впервые было предложено американцам, российскому происхождению, Джордж Гамману, который работал в Соединенных Штатах Америки. И он говорил о том, что мы должны видеть, как отголоски большого взрыва, мы должны видеть излучение этой сферы. Но, конечно, это излучение должно быть низкую яркость иметь. Почему? Потому что фотоны, которые идут к нам, они теряют свою энергию из-за красного смещения. Они смещаются. В две тысячи это что значит? Что в тысячи раз увеличилась длина волны. Значит, если обычный горячий газ, ну, можно сказать, в оптическом диапазоне, излучает. Ну, предположим, там полмикрона. А здесь умножить полмикрона на тысячу будет пятьсот микрон. Это уже будет полмиллиметра. Значит, нам нужно искать это излучение, остаточное излучение большого взрыва в миллимикронном диапазоне спектра, в первую очередь. И вот это излучение предсказывалось теоретиками. Уже рисовали схемы, как это было сделано в статье Гороскевича и Новикова очень четко угадали спектр этого излучения до того, как оно было открыто. Открыто оно было радиоастрономами. Сначала, надо сказать, что первое указание на такое свечение неба было получено советским радиоинженером Шмаоновым, который работал, по-моему, сейчас, по-моему, чуть ли не в Кущинской. Я не помню, где он работал. Или в Кущино, или в Куучино. Но, в всяком случае, у него была кандидатская диссертация как раз по фону неба. Он измерил, что фон не нулевой. У него получилось 5 плюс-минус 3 градуса. Никого это абсолютно не удивило. Ну, так сказать, все это свалили на ошибки измерений. А потом, оказывается, что если бы эта статья попала в руки астрономов-теоретиков, то наверняка бы он рано или поздно получил бунную институту. Потому что ее получили те американцы, пензионцы, Витсон, которые обнаружили это уже позднее. Значит, Георгий Гамов был первым, который в 46-м году, сколько лет назад, больше полувека, говорил, что после большого взрыва должны быть остаточные явления. Одно из них существовать слабого отголоска некоторого мощного излучения, заполнявшего весь мир после начала расширения. Это должно быть низкотемпературное излучение неба. Ну вот, а сколько, исходя из космологического принципа о том, что нет выделенных точек и направлений, мы должны ожидать, что это излучение должно приходить не с одного направления, а со всех сторон. Вот то, что мы наблюдаем. То есть мы как бы находимся внутри гигантской сферы. И видеть, что находится за ее пределами, нам не дано. Хотя эта сфера расширяется, расширяется с локальной скоростью света, но там дальше еще более плотные матери, еще более плотные, еще более массивные элементарные частицы. Так вот, вот этот тот самый туман, который прекратился только когда температура расширяющейся плазмы упала до 3000 градусов. Ну вот, люди, которые открыли, это тоже лаборатория Белл в Соединенных Штатах Америки. Здесь, в общем, похожая судьба на радиоинженера, которые, вот знаете, я вам рассказываю, кто первый человек, янский, который обнаружил космическое радиоизлучение. Тоже эта компания Белл особенно не была заинтересована в продолжении исследований, но она попала на уже удобную почву. А астрономы и физики искали, ждали этого открытия. Сами они были абсолютно не в курсе. И когда они получили, что есть слабый шум, даже когда они не наводятся ни на какой объект, на любое место Вселенной, на любое место неба, какой-то уровень шума, они-то подобные что-то неладное в антенне и обрадовались, когда нашли там гнездо Голубя внутри антенны. Вот это все причины. Потом все это тщательно вычистили, ничего не изменилось. Вот так было открыто, шумовое излучение неба, связанное с предельно далекими областями пространства. Ну вот спектр излучения, фоновое излучение, соответствует планковскому спектру с температурой, вот с такой температурой. Вот я нарисовал спектр. Этот спектр получен по наблюдениям. Ну обычно вот, когда есть наблюдательные точки, то ставят какие-то ошибки оценок. Есть ошибок оценок не ставят, потому что точность измерения существенно лучше, чем толщина этой линии. Вот спектр фонового электроглочения. Как видите, максимум приходится в интервал, так сказать, 0,15 сантиметра. Миллианская интенсивность. То есть как бы мы находимся как будто бы в центре слабонагретой сферы, у которой температура всего около 3 кг. Вот эта сфера и шумит. Хотя мы знаем, что на самом-то деле эта сфера, когда излучала приходящие к нам радиоволны, имела температуру 3000. Ну и теперь подойдем к самому интересному. Может вообще все это отлукаво. Может вообще расширение это всего лишь иллюзия. Вот на самом деле были несколько крупных физиков и астрономов, которые не такой точки зрения придерживались. Ну скажем, известный Фред Свики, открыватель, прямо говоря, открыватель темной материи. Он говорил, что нет, это что-то другое, это просто старение фотонов. Мы не знаем, мы же видим только близкие объекты обычно, хорошо изученные. А когда фотон там идет в пространстве миллиарды лет, ну бог знает, что с ним. Ну стареет он. Ну куда-то девают энергии. Ну пока неизвестно, будущее наука покажет. Вот такая точка зрения Водниколу очень скорая. В России был такой физик Матвей Бронштейн. Это один из, вообще-то говорят, способнейших физиков. Он, к сожалению, был репрессирован и уничтожен. Но он очень четко пояснил, что если бы это было так, то из-за того, что все взаимодействия света с любыми частицами носят квантомеханический характер, свет должен был бы рассеиваться, теряя энергию. А он не рассеивается. А мы видим далекие галактики достаточно резко. Вот это уже говорит о том, что такого прямого старения нет. Есть другое. Да, вот это то, о чем я говорю. Есть другие обстоятельства, которые говорят о том, что нет, такого быть не может. Но Вселенная реально расширяется, реально имеет конечное время существования. Значит, есть несколько обстоятельств. Во-первых, спектр фонового излучения. Вот ни одна из теорий, альтернативных теорий большого взрыва не может, не смогла и вряд ли когда-нибудь сможет объяснить чернотельный спектр фонового излучения. Ни одна. Можно говорить там о разных вещах, что там пыль светит или еще, что-то точно по планку идет спектр. А в теории большого взрыва это получается непринужденно. Дальше, вот отсутствие размытия изображений, о которых я говорил. Ну и, конечно, есть несколько независимых свидетельств о расширении Вселенной. Помимо закона Хаббла. Вот предположим, что мы не знаем, что Вселенная расширяется. Можно как-нибудь из других соображений сказать, о, а Вселенная расширяется. Оказывается, можно. Есть несколько абсолютно независимых экспериментов, которые позволяют это сделать. Я познакомлю с двумя, очень кратко, чтобы мне тут можно целую лекцию по ним читать. Первое. Продолжительность вспышек сверхновых, это то, что дает наблюдение сверхновых звезд, растет с ростом красного смещения. Вот, если характерную ширину, то есть, максимум вспышек сверхновых, кривая блеска их, принять за единицу на маленьких красных смещениях, то у далеких галактик оказываются сверхновые как бы растянуты по времени, если следить за изменением от блеска. Понятно, почему растянуты? Потому что, если объект удаляется от нас с большой скоростью, то начало вспышки, когда пошел свет, и конец вспышки, когда уже последние кванты вспышки уходят, это галактика была на разных расстояниях от нас. То есть, конец вспышки был тогда, когда галактика была дальше, и свету от конца вспышки надо еще пройти то расстояние, которое галактика пробежала за время вспышки. Ну, понятно я, очень хорошо. Поэтому, вот то, что дает теория, и то, что дает наблюдение со всеми реальными ошибками, мы реально видим, что если объект имеет красное смещение двойка, то он в два раза там и те же самые звезды, такого же типа сверхновые, в два раза растянутые кривые двески по времени. То есть, это, если бы было красное смещение, но это красное смещение объяснялось не расширением, а галактики просто сохраняли бы свое расстояние такое, какое они имеют, тогда какая разница близкая галактика или далекая вспышки одинаковых звезд привели бы к одинаковой черине кривой звезд. Одинаковой черине максимума. Есть второе, тоже очень важный аргумент, я считаю, но он связан с некоторыми эффектами. Я могу сказать так, что со временем должно меняться температура фонового излучения. Вселенная расширяется, значит фотоны, которые к нам бегут от этой сферы ионизованного газа, все больше и больше краснеют, и значит излучение в далеком будущем будет восприниматься не как трехградочное, допустим, как двухградочное. А вот в прошлом, а это излучение было 5 градусов, 10, 20, пока мы не подойдем к самому источнику этого света, там уже будет 3000. ну до 3000 мы не пойдем, но важно, что вот живые существа, которые сейчас находятся, а я верю, что находятся где-то на далеких галактиках, если бы они находились там в то время, когда вот галактики сейчас вот излучили дошли сюда на свет, а вот они видели фоновое излучение с более высокой температурой. Вот хорошо бы они нам прислали бы весточку, что вот у нас фоновое излучение там 10 градусов, а у вас? Вот, но это нереально. Но оказывается, что весточку могут присылать и неодушевленные атомы. То есть есть молекулы, скажем, СО, которые тоже излучают холодный, очень холодный газ, которые получают энергию от этого фонового излучения. И если мы будем сравнивать излучение этих молекул в близких галактиках и в далеких галактиках, зная, что и там, и там они получают энергию от фонового излучения, то тогда мы должны понять, что там для них фоновое излучение может быть и более горячее. это будет скажется на отношении интенсивности линий. Такие эксперименты были поставлены очень успешно. Вот здесь есть еще эффект свиняемого льдовища, который тоже позволяет измерить температуру фонового излучения такой, какой она была для далеких скоплений, через которые проходит свет. Ну вот я вот дам просто вот здесь температура реликтофона на разных красных смещениях. Вот это по вертикали это температура реликтофона. Вот 2,7 градуса. Вот здесь мы живем. Z0. А это Z3. Это очень далекие галактики. А вот теперь измерение температуры на далеких галактиках. Вот блуждение вращательных переходов молекул СОО. Посмотрите, четко лежит на линии такой, которая ожидается. то есть это может быть только в том случае, если Вселенная расширяется и падает плотность, падает температура со временем этого фонового излучения, которое Йосиф Самович Пловский удачно назвал излучением реликтовым. Поскольку это как бы реликт от далекого прошлого. Ну что же, другой аргумент в пользу того, что Вселенная не может быть бесконечной по времени такой же, как сейчас, это фотометрический парадокс или почему носит темно. Надо сказать, что в школе я, например, люблю обыгрывать этот парадокс, я поделюсь методическим опытом. Когда мы ребят говорим, что я даю какой-то приз, скажем, конфетку, если будет четко, старшеклассник, конечно, старшеклассник. Кто там объяснит, почему носит темно, от него все плохо. Ну, ясное дело, что сразу лес рук, потому что земля вращается вокруг оси, ночь находится в тени от солнца. Потому что земля вращается вокруг оси. Тогда я задаю следующий вопрос. А если бы земля не вращалась вокруг оси, была бы смена дня иначе? И вот доказано, доходим, что тоже была бы. Но вокруг оси не вращается, а вокруг солнца вращается, значит, просто сутки были бы равны годы. Все равно был бы день и ночь. Значит, это ответ неправильный. более глубокий будет такое. Согласились? Но это не глубокий. Потому что нужно понять не только почему днем соклоны, но и почему ночью темно. Если Вселенная безгранична, звезды должны светить так же ярко, как солнце, потому что луч зрения в любом направлении рано или поздно упрется в звезду. бесконечный. Вот. Это так называемый фотометрический парадокс. Он очень интересный, он давно известен, он как раз удалось его объяснить только в рамках космологии. То есть звезд очень много, и они, в принципе, своими дисками закроют все небо, если это у нас с вами количество и безграничное. Если можем видеть сколь угодно далеко. Вот. Значит, есть две причины отсутствия фотометрического парадокса, как это решается современной наукой. Значит, во-первых, это конечность объема, наблюдаемой звездной вселенной. Почему конечность? Уходя вдалеко, мы уходим в прошлое. Потом мы уйдем в такое прошлое, когда не было ни звезд, ни галактик. Все. А еще там дальше, еще сфера электрического увеличения. Вот. Второе, уменьшение энергии фотонов с ростом длины волны, поскольку длина волны растет, а Е равна вошню, энергия каждого фотона падает. Все, и уже наши звездные диски в далеких галактиках становятся более блехлыми. Вот эти две причины. Причем, первая причина основная. Вот. Они прекрасно объясняют наблюдаемый темный цвет неба ночью. Ну вот, самые, пожалуй, резкие критики, любопытные альтернативы искал теорию большого взрыва. И ответный английский астрофизик Фред Холл в бете со своими коллегами Бонди, Голдом они испытали очень чувство дискомфорта резкого, когда познакомились с выводами теории расширяющей Вселенной, что все очень шире должно начаться, что было раньше неясно. И предложили свою теорию, которая мне, например, очень, когда я был студентом, я читал эти книжки, она мне очень нравилась. Может, действительно альтернатива. Значит, идея была такой. Да, Вселенная расширяется в том плане, что каждая галактика становится от нас все дальше и дальше, но просто на смену приходит новая галактика. Откуда они берутся? Вот есть некое так называемое цепь поля, которое позволяет рождать с очень маленькой скоростью, но все-таки материи в пустом пространстве. Очень скромно, скажем, в объеме одного кубического километра достаточно, чтобы один протон рождался раз в год. Все. Это достаточно, чтобы поддерживать плотность Вселенной на одном уровне, а из этой материи опять будут новые галактики лепиться. Вселенная расширяется, но она вечная. И изменения касаются только отдельных областей или отдельных галактик, а в целом на смену отмерщему приходит новое, но в целом все отмерзло так же. два веков веков. Вот это сама идея. Когда его упрекали в том, что у вас закон сохранения энергии нарушается, у вас в пустом пространстве рождаются протоны, он говорил, а у вас в теории большого взрыва вся Вселенная ниоткуда не везет. Это эмоции. На самом деле он был опытный, физик, знаете, чем он был прежде всего знаменит? Он первый создал количественную теорию образования звезд, и первый показал, что элементы тяжелее геля могут рождаться в звездах. Показал это. Это было абсолютно неочевидно. Это тема отдельной беседы, я не буду далеко уходить. Человек был очень авторитетный, то есть он верил в красное смещение, но не верил в конечное время существования Вселенной. Но эта теория отдавала определенные предсказания, которые можно было проверить. Галактики среди нас должны иметь разный возраст, а раньше это считалось, что неправильные галактики, молодые, электрические галактики, старые, то, другое, третье, можно было посчитать фон неба, который в этой Вселенной должен быть, там не должно быть никакого плантовского излучения вообще, только свет галактик и больше ничего. Потом все-таки оказалось, на самом деле, молодые галактики встречаются крайне редко и только в виде маленьких карликов, а галактики на большом расстоянии рядом с нами, они все-таки это старые системы, то есть была какая-то эпоха, когда образовывались галактики бурно, а сейчас эта эпоха кончилась, то есть начали набираться такие факты, которые говорили, что во Вселенной накапливаются необратимые изменения, у которых нет обратного хода, в частности образование тяжелых людей. Это подрывало основу теории, поэтому когда уже были измеренные планности спектра электрического излучения, уже шансов выйти правильным методом просто не оказался. Он где-то в начале 90-х годов умер, полили в конце 90-х, я не помню точно, но в общем он дожил до нашей эпохи, оставаясь некоторым скептиком, но понимал, что то, что он предложил, тоже объяснить наблюдение не в состоянии. Ну вот, потому что Вселенная все же эволюционирует. Значит, что говорит об эволюции? Во-первых, отсутствие звезд с возрастом превышающим продолжительность расширения телена. То есть мы базируясь на теории внутреннего строения звезд, на теории термейтных реакций, могли бы вполне найти звезды с возрастами 50-х в 100 миллиардов лет. И в нашей галактике и в других нет признака их существования. Максимальное возраст все-таки у шаровых скоплений он померен довольно надежно, это где-то около 13 миллиардов Это хорошо согласуется с возрастом, который прошел с начала расширения вселенной. Дальше, отсутствие полного круговорота звездного вещества и как следствие уменьшение запасных газов галактик со временем. То же самое когда-то галактики почти целиком состояли из газов, в них шло бурное звездообразование, а сейчас в нашей например галактике на долю газа только несколько процентов приходится, а потом будет еще меньше. то есть процесс звездообразования в галактиках затухает, а в некоторых галактиках он уже затух почти до нуля. Это необратимые изменения. Рано или поздно, через миллиарды лет Вселенная станет очень скучной. Звезды перестанут образовываться, будут старые, потом будут превращаться в черные дыры, сталкиваться между собой. Дальше химическая эволюция вещества, я тоже об этом говорил, тяжелые элементы накапливаются, они никуда не деваются, они образуются из более легких, а обратного хода этому нет. Ну наконец мы можем проверить эволюцию, рассматривая телескоп как машину времени, поскольку телескоп позволяет нам посмотреть объекты в далеком прошлом, и скорость света составляет 10 в 13 степени километров в год. Значит до Солнца он идет 8 минут свет, до ближайшей звезды около 4 лет, до центра галактики около 22 тысяч, до ближайшей галактики похожей на нашу около 2 миллионов лет, это вы знаете туман-шандромен. До предельно далеких наблюдаемых галактик 13 миллиардов лет идет свет. То есть вот такая разворачивается космическая история. Вот это начало расширения, через 300 миллионов здесь где-то уже сфера реликтового излучения, дальше уже некий период, который называется темные века, когда не было никаких звезд, потом вещество во Вселенной опять реализовалось, но уже с появлением первых звезд и галактик. И вот здесь сначала образовались маленькие галактики, потом родились галактики, которые мы сейчас наблюдаем, они сейчас стареют, вот 13,7 миллиардов лет, и вот все это Хаббловский телескоп все это может насквозь проткнуть вплоть до галактик вот где-то 400 миллионов лет. То есть вот такая картинка получается. В 90-м году самые большие телескопы доходили до расстояния 6 миллиардов лет, в 95-м около 10 миллиардов лет, в 2004-м, в 2010-м уже почти что 500 миллиардов лет от начала расширения, и вот телескоп Джеймс Вебба, который здесь так условно изображен, который будет запущен очень скоро, он предполагает совсем подойти к той эпохе, когда галактик не было. Может быть там было что-то еще, что мы не знаем. Есть некие подозрения, что там нас ждут сюрпризы. Ну вот поэтому мир галактик меняется. Глубокое Хаббловское поле, которое я говорил, выбиралось вдалеке от звезд, в таком области пространства, где мало ярких звезд, да и слабых немного, где нет поглощения света, а дальше вот вы видите, как с увеличением экспозиции становятся заметными все более и более слабые объекты. Мы как бы увеличиваем проницающую способность телескопа, наблюдая все более и более слабые источники света. И вот пока идут одни звезды, а вот начиная с какого-то порога, уже слабеньких пятнышек, которые галактики станут больше, чем звезды. Вот это уже пошли галактики. Вот. Вот предел. 30-я звездная величина. Но здесь галактики совсем не такие, какие в нашей окрестностке. Они еще маленькие, они с активным звездообразованием. Вот Хаббловское поле в таком полном масштабе. Вот как они выглядят с разными возрастами. Спирали крайне редко наблюдаются, эллиптические крайне редко. Но вот здесь идет бурное звездообразование в таких комплексах звездных, которые воспринимаются как светлые пятна с такого расстояния. Ну, химическая эволюция вещества это еще одно свидетельство необратимых изменений измерений во Вселенной. Водород и гелий они открыты недавно. В 18 веке водород и в конце 19 века на Солнце гелий открыт. А оказывается они составляют основную массу вещества в Вселенной. Самые простые вещества. Но для того, чтобы, например, объяснить наблюдаемое содержание водорода, гелия, лития, всем требуется, чтобы плотность обычной материи, состоящей из атомов, составляла бы 4,5-5% от критической плотности. А космологические оценки критической плотности по луктуациям яркости реликтового излучения как раз дают вывод, что наша Вселенная имеет плотность близкую к критическому. Или почти равную к критическому. Значит, из-за всего, что есть на свете, не больше 5% принадлежит веществу, состоящему из атомов. Но из этого вещества, состоящего из атомов, в лучшем случае, 1,1 доступна нашим наблюдениям, как звезды и газ в разных диапазонах спектра. А 9,1 до сих пор разводим руками где? И единственное место, которое осталось, где они могут быть ненаблюдаемы, это разреженная среда между скоплениями галактики. Ну, образование гелия происходило в интервале несколько минут после начала расширения, а вот более тяжелые элементы, просто им не хватило времени на возникновение, потому что пристал расширялся. И вот вопрос о том, что было еще раньше, ну, я не хочу очень сильно затягивать лекцию. Что было еще раньше, я очень, дальше я просто очень схематически скажу, потому что, я скажу по какой причине, потому что я не знаю, что было раньше. Вот, но что скажу по этому поводу. Значит, теория горячей Вселенной позволила, горячая Вселенная это как раз ее аргументом в первую очередь является реликтовый фон. Оно позволило подойти к нулевому моменту, но только через физику высылку энергичных элементарных частиц. Потому что при высоких температурах энергии частиц были очень большими. Их столкновения рождали краткоживучие частицы больших масс, в том числе такие частицы, которые сейчас можно устроить только, скажем, большим адронам коллагеря. А еще раньше к началу расширения и еще более массивные частицы, о которых мы только можем догадываться, что это такое, какие там переносчики, каких полей они являлись, полей, которые мы сейчас не знаем о физике, неизвестно. Вот. квантовая механика, теория великого объединения, это вот то, что требует, то, что должно когда-то возникнуть. Ну вот, пока, значит, могу сказать, что в 80-х годах уже, так сказать, стало ясно, что здесь космология смыкается с теорией элементарных частиц. Рождаются космическая микрофизика, это синтез космологии и физики элементарных частиц и их поведение при сверхвысоких энергиях. Вот на этом пути ищется разгадка того, что было. Потому что варианты могут быть самые различные. Значит, сингулярность исключается, но это не физично. Но были предположения разные. Ну, в 70-х годах, например, вышла статья в нашем физическом журнале о том, что есть космология, где можно обойтись без сингулярности или, по крайней мере, сингулярности в отдельных точках, а в целом нет. То есть, такая теория скока, так называемая, по этой теории Вселенная сначала сжималась, потом, так сказать, дошла до какого-то очень высокой плотности и температуры, но не бесконечной, и потом начала расширения. Вот уже появились такие идеи о том, что раньше что-то было. Эти идеи получили большое развитие потом. Причем, есть несколько вариантов. Не все они проходят, не все имеют надежное физическое обоснование. Это вопрос, который разбирается сейчас. над этим работают очень крупные специалисты. Но, так сказать, ясно было, что был период предшествующий большому взрыву. Этот период очень короткий, и он называется периодом инфляционного расширения. Я не буду говорить, эта теория достаточно сложная, и в ее создании большую роль сыграли российские ученые, Игут, США, Линда, Старобинский, многие другие, Лукаш, несколько других людей, которые построили основу этой теории. Теория гласит, что к большому взрыву предшествовало совершенно необычное состояние материи, когда, собственно, элементарных частиц не было. было силовое поле, так называемое скалярное поле, которое было неустойчивым, но оно обладало отрицательным давлением, разгоняя, меняя метрику пространства, так, чтобы пространство очень быстро расширялось, экспоненциально. Почему слово инфляция? Инфляция, это значит, по экспоненте что-то увеличивается. Как инфляция, когда бывает в разных странах, то надо каждый день менять валюту. вот инфляция это экспоненциальное очень быстрое расширение, которое потом в силу определенной неустойчивости сменилось на хабблское расширение, и мы это уже называем большим взрывом. Это очень маленькие промежутки времени, 10-34, 10-35 степени секунды, то есть вот так вот менялось, вот эта инфляция, это вот скачок, вот то, что было до инфляции, а это уже начинается большой взрыв. Этот 10-35 секунды, ну очень трудно вообще говорить о таких маленьких промежутках времени, и чаще всего к ним относятся с большим подозрением, ну что там такое, что вся вселенная там рождалась 10-10, там миллиардные от миллиардной от миллиардной доли секунды, но это не проверить ничего, но надо понять другое, а что означает большой промежуток времени, и маленький промежуток времени, ну наверное количество событий, которые там происходят, ну что значит мы можем называть события. Все, что мы видим, это события, все вокруг нас, но любое событие на элементарном уровне это взаимодействие элементарных частиц, атомы, электроны, протонов, взаимодействия элементарных частиц, их встреча электронных частиц, их отскакивают друг от друга, это все событие, Так вот, в том далеком прошлом такие были высокие скорости и плотности, что за 10 минус какой-то там 30 доли секунды происходило больше событий, чем за миллионы лет сейчас. То есть это для нас, это ничтожный промежуток времени, для Вселенной это эпохи. Вот что очень важно. Ну вот, вопрос о том, что было еще раньше, вот до инфляции, это опять, это есть несколько, около 30 теорий, наверное, которые появляются новые. Но наиболее повторена идея вот такой хаотичной инфляции, когда разные Вселенные с разными свойствами пространства и времени рождаются. Некоторые из них расширяются и тут же схлопываются, некоторые расширяются и все и навсегда. А наша Вселенная как раз оказалась такой удачной, в которой, возможно, атомы появились и стало возможным появлением жизни. Ну вот, дальше уже, я пропущу эти таблички, потому что они просто показывают, как вот время с начала расширения, какая эпоха была. Вот, инфляционное расширение, вот, аннигиляция частиц и античастиц. Кстати, вот, те фотоны, которые, в конечном счете, заполнили пространство и пришли к нам, как реликтовые излучения, они, в конечном счете, родились при аннигиляции материи и антиматерии. Сначала Вселенная была симметрична относительно антивещества. Вот, ну, я просто подчеркну, что некоторые два этапа проверяются прямыми наблюдениями, некоторые основаны на теории, которые хорошо объясняют наблюдения, а некоторые это пока только обоснованные гипотезы. Даже инфляционная теория, это пока еще обоснованная гипотеза, это не стопроцентный вывод. Вот, ну, то есть я могу так сказать, что нет единой физической теории, которая была бы пригодна для всех свет высоких плотностей. Вот, но все-таки вот есть принцип неопределенности, говорит о том, что должны быть квантовые флуктуации полей в вакууме. И вот эти квантовые флуктуации и считаются родоначальниками тех неоднородностей в расширяющейся Вселенной, которые потом привели к появлению галактики. Где искать следы существования Вселенной до Большого Взрыва? Ну, вот, на несколько предположений, скажем, Пенеромус предлагал, что в необычном распределении флуктуации яркости неба в реликтовом излучении, а не может, может быть, внести отпечаток того, что было до начала расширения. Вот, но, то есть космологический принцип, возможно, выполняется, но не абсолютно строго. Это, кстати, это показано здесь как бы карта неба, на которой нанесены яркости реликтовые влучения, но очень сильно оконтрастированные. Синяя, это чуть-чуть меньше, чем средняя, желтая чуть больше, чем средняя, но амплитуда одна стотысячная в средней величине. То есть вот резкое увеличение контраста. Вот по этим амплитудам флуктуации судят о том, как происходило расширение Вселенной на самом раннем этапе расширения. Ну, вот теория множественных Вселенной, не знаю, насколько она справедлива, но это означает, что это самые различные Вселенные. Некоторые из них могут иметь точки соприкосновения по пространству и времени с нашей, а некоторые вообще могут не иметь. То есть вот это очень созвучно очень старому священному писанию индуизма, который называется Бахавата Курана. Есть бесчисленные Вселенные за пределами этой. И несмотря на то, что они бесконечно велики, они вращаются в тебе, подобно величайшим частицам. Мне это очень нравится. Ну вот, есть циклические модели, которые сейчас разбиваются. Есть Вселенные, которые почковываются одна от другой. Я просто говорю, что мысль работает, и за каждой этой моделью стоит теория, довольно сложная математика. Но пока нет явных конфликтов с физикой или с наблюдениями, но нет и какого-либо подтверждения любой из этих теорий. И вот я пропущу кусочек, как первоначально очень горячим и расширяемым всем мире смогли появиться галактики. Могу только, ну пропущу, потому что вы уже устали. Могу только сказать, что здесь без учета темной материи просто нельзя было их получить. Вот. И вопрос темной материи, это доказанный фактор или гипотеза, ответ гипотеза. Тоже ждет ответа. Могут быть иные варианты, но если они иные, то они еще более фантастичны. Есть такие. Вот. Ну вот, я могу теперь просто перейти к выводам. Что Вселенная расширяется и весь мир как целый меняется непрерывно. Были эпохи, когда природа не знала и ни звезд, ни галактик. Тогда пространство было заполнено остывающим газом, еще раньше, высокоэнергичными частицами. Но были и еще более ранние стадии, не похожие ни на то, что мы знаем. И наконец, процессы, предшествующие, начало быстрого расширения и сразу после него, шли в столь необычных для нас условиях, что существующего аппарата физики недостаточно для их описания. И вот теперь нерешенные, но актуальные проблемы, я их перечислил. Проблема единственности наблюдаемой Вселенной, или что там за горизонтом. Проблема начальных условий в ранней Вселенной, объясняющих, наблюдая ли мир, случайны они или нет. Проблема природы темной энергии и темной материи. И наконец, вот я ставлю проблему, мы здесь нигде, у нас цивилизация не соскутся, вот разум, а где разум? Есть две точки зрения, разум это вроде как бы, ну как бы случайность, ну вроде как бы плесень на гниющем пне. А может быть разум играет роль большую, может быть когда-нибудь, если наша Вселенная, если наша цивилизация не погубит себя, может быть она дойдет до таких высот и объединится с другими цивилизациями, что сама сможет создавать другую Вселенную. Потому что наша Вселенная обречена, рано или поздно она станет черной. Вот все, что я хотел сказать.